Друзья мои, я вас приветствую на нашем канале, с вами Виктор и сегодня мы с вами приготовим обалденные котлетки, сочные, ароматные, очень вкусные. И также они будут еще полезны, так как готовить мы их будем в духовке, значит без жарки, значит уже более все полезно. Все очень просто и быстро, поехали! И для начала, друзья, нам нужно замочить хлеб. Хлеб можно спокойно брать вчерашний, позавчерашний какой-то черствый. Я вот взял вот такие пару булочек, просто белый хлеб. Все разгромовки будут в описании, как всегда заходить. Смотрите, сейчас вот мелко сломали его и замачиваем хлеб молоке. Я делаю в молоке, мне так больше нравится, ну можно в принципе и в воде. Так, отставляем в сторону, пусть замокает. И дальше нам нужно нарезать лук. Лук, друзья, в котлеты я всегда обжариваю, так он не будет вот этого у него сильного лукового запаха, знаете такой остроты, он будет сладенький, как вот жареный лук, уже ароматный. Рекомендую вам обязательно попробуйте лук именно обжаривать. И мелко-мелко нам нужно его нарезать, так как фарш у меня уже готовый. Если вы будете сами фарш крутить, можно крупно его обжарить и пропустить в мясорубке. Но у меня уже фарш готовый, поэтому вот так вот меленько-меленько. Обжаривать, друзья, лучше всего на сливочном масле, так еще больше аромат не все будет, но не слишком много масла. В котлетах много масла не нужно, так столовую ложку достаточно будет. И пошел лучок. Также туда отправляем рубленый чеснок. Один зубок я его уже заранее порезал и вместе все это припускаем. Сильно нам не нужно прям это ужаривать, так чтобы лук еще сочный оставался, только слегка вот аромат свой поменял. Вот так вот, ребятки, на среднем огне потихоньку слегка он начинает подрумяниваться, но он еще, смотрите, весь такой сочненький. Но аромат у него уже такой потрясающего, жареного лука с сливочным маслом. Смотрите, уже вот как раз то, что нам надо. Сейчас мы его снимаем, пережаривать его не нужно. Так, вот отлично. Теперь нужно мелко нарубить петрушку. Петрушка тоже пойдет в котлеты, даст свою потрясающую свежую нотку. Ее нам нужно мелко-мелко нарубить. Мелко рубим, чтобы из нее сок пошел. И добавляем прям в лук. Так, сейчас в теплом луке петрушка отлично раскроется. Сразу сюда же добавляю столовую ложку горчицы средней остроты. Оно тоже так заиграет здесь. Отлично с горячим луком раскроется. И приправляю черным перцем. Перца такое количество, как на весь фарш. Примерно чайная ложка тоже. Вот такая вот заправка ароматная получилась у нас для котлет. Не представляете, как она круто пахнет. С линей полной ротины. Ну все, друзья, все ингредиенты у нас готовы. Осталось только поженить их все вместе и получить отличный фарш для котлет. Значит, мясо, смотрите. Мясо я взял свининку и говядина. Из такого сочетания мяса получаются отличные котлеты. Если кто свинину не ест, могу порекомендовать вместо свинины возьмите мясо из куриных бедрышек. Тоже отличную сочность даст. Ну, давайте поехали все это теперь замешивать. Отправляем наш замечательный лук ароматный с петрушкой, с горчицей, с перцем. Также на это количество я добавляю пару яиц. Яйца у меня тут небольшие, поэтому я беру пару. А так, в принципе, и одного, если яйцо крупное, и одного хватит. Не усердствуйте с яйцами. Чем больше яиц, тем хуже. Слишком много не нужно. Два вот небольших. И отлично. Ну и хлеб, конечно же. Вместе с молоком я прям туда его. Не отжимаю ничего. Ну и осталось только посолить. Соли примерно столовую ложку на это количество. И теперь хорошенько вымешиваем. Теперь, друзья, нужно как можно лучше и дольше его вымесить фарш. Чем вы его лучше вымешаете, он не будет тогда трескаться и будет очень пышный и сочный котлеты. Это важно. Можно даже и яйца не добавлять, но вымесить фарш обязательно. Вымесить и отбить вот так вот, чтобы у него волокна распустились. Видите, как он уже меняет структуру. Волокна растягиваются. Вот это вот очень важно. Если просто перемешать, это будет не то. Нужно именно хорошенько, вот так вот, минут 10-15 поработать. И тогда это будет вообще пушечка. Вот такой вот, друзья, видите, как он должен. Прям вот липнет к рукам, как кебаб. Вот это вот отлично. Вот такая должна быть структура. Ну все, друзья, наш фарш готов. Осталось только налепить котлет. Пока тут прибирался, на 10 минут убрал его в холодильник, чтобы он немножко остыл. Ну поехали. Водичка. Руки смочили. Все по классике. Котлеты делаем немножко покрупнее. Так они будут посочнее. Так отбили. Да, чтобы все трещинки все ушли. И на противень. Оп-ц-б. И вот так вот, темпе вальса. Делаем все котлеты. Быстро и просто. Вы все видели. Никакого обмана. Оп. Следующий пассажир. Ну в общем, друзья, котлеты наши готовы. Получилось 10 плюс 1. Короче, 11. Один такой немножко тут лишний. Но мы его сюда в серединку. По нему будем сверять. Часы, как говорится. То бишь, по этой котлетке мы будем ориентироваться, готовы ли они или нет. Сейчас поставим их в духовку. И минут через 20 я ее надломлю, посмотрю, как там оно поживает. А сейчас еще для пущего вкуса и блеска, так сверху немножко сливочным маслом. Даст потрясающую корочку. Ну и, конечно же, свой вкус, аромат, все. Сливочное масло растопленное. И так же предотвратит от высыхания котлеты. Так, друзья, делаем все с любовью, конечно же. С любовью к котлетам, к семье, для которой мы это делаем. И тогда все это получится просто на высшем уровне. И теперь, друзья, отправляем всю эту красоту в духовку. Духовка у меня 180 градусов с вентилятором или 200 градусов примерно без вентилятора. Там, смотрите, конечно, по своей духовке. Все они по-разному пекут. Я предполагаю, так минут 20-25 к такому размеру будет отлично. Ну там посмотрим, сколько выйдет. Поехали. Друзья, прошло у нас 30 минут в духовке. Котлеты наши получились просто бомбически. Вы не представляете, как они пахнут. Просто говядиной, свининкой. Вот такая, смотрите, красота. Это просто сказка. Сейчас давайте посмотрим, какие они получились внутри. Это же что-то. Смотрите. Вот такие должны быть котлеты. И без всякой заморочки там. С жаркой, с брызгами. Все это такое вкусное и полезное. Ребятки. Слюни и полный рот. Лучок маринованный. С булочкой. Это просто сказка. А теперь наши любимые котлеты будут. Мау. Что мне нравится, что не надо жарить. Просто сказочно. Сочный. Воздушный, мягкий. Прям. Этот лук ароматный. Прожаренный. Не-тонечно. Обязательно готовьте, ребята. Уверен, вам понравится. Два огурца. Откусил. Голодный. Спасибо, друзья, за то, что были с нами. Ставьте лайк, подписочка, комментарий. Буду благодарен от всей души. Вы мне много пишите. Пишите еще больше. Читаю с удовольствием. Обязательно готовьте такие котлеты. Я уверен, это просто пушка вам всем зайдет. До новых встреч. Смотрите наши другие видео. Пока-пока. С вами ваш Шишкин. А я сейчас, пожалуй, штук пять наверно. С красоты этой. Субтитры сделал DimaTorzok